Шесть котлов, три турбины, теплотрассу, вспомогательное оборудование и золоотвал будут практически заново делать на Ридер ТЭЦ. К ремонту на теплоцентрале уже приступили почти 200 человек. Идет поставка необходимого оборудования. Как отметил глава региона Даниил Ахметов, до 15 сентября ТЭЦ должна быть полностью готова к отопительному сезону. Ирина Якунина продолжит. Сегодня на ТЭЦ Ридера идет капитальный ремонт. Впервые за почти 70-летнюю историю станции начинается совершенно новая глава. По сути, вся начинка ТЭЦ от котлов, турбин до вентиляции будет новая. Мы понимаем, у нас ограничено, у нас есть жесточайший лимит по времени и, безусловно, высокая ответственность перед жильцами. Поэтому мы здесь, мы будем работать. Новый директор ТЭЦ Игорь Михайленко пять лет назад уже руководил станцией. Говорит, что тогда она работала как часы. Но частники довели стратегический объект, что называется, до ручки. Фактически даже разговора вести про помощь действующих акционеров и вообще их действительно способность совершать станцию, я думаю, даже обсуждать не стоит. Я здесь неделю, пока я не вижу. Сегодня ридер ТЭЦ под оперативным управлением Акимата области. У бывших хозяев станции за миллиардные долги за топливо, электроэнергию и ремонтные работы арестованы счета. И теперь, как рассказал глава региона, они готовы вести диалог о передаче станции в коммунальную собственность. В последние дни собственник повернулся к нам лицом. Это вот господин Шаров и господин Абдрахманов. Они любезно согласились с тем, что мы практически в оперативном управлении взяли станцию. Мы видим, что состояние станции таково, что все шесть котлов требуют капитального ремонта. Сейчас на ТЭЦ в три смены работает почти 200 человек. Налажена поставка оборудования. Часть агрегатов и механизмов сделают заводы области. Выбран четкий алгоритм действий для каждого подрядчика. Ирина Икунина, Ренаджу Могулов, Astana Times, Восточный Казахстан.